Привет, дорогие друзья! Есть люди, которые строят, есть люди, которые ломают, а есть люди, которые стучат, и у них стукачество живет просто внутри. Вы помните, в Херсоне сожгли наш штаб, пожарные спасли людей, да, мы сказали, что готовы отблагодарить пожарных деньгами, они отказались от денег, и они сказали, что им просто, ну, не на чем спать, да, в казарме. Мы подарили им новенькие матрасы, чтобы теперь этим людям было, хотя бы было где спать, людям, которые каждый день спасают. Что вы думаете, сделали люди, которые привыкли только стучать? Они, конечно же, настучали. И вот уже мы видим донос, донос от спилки ветеранных войны с Россией. Это те самые, которые воруют постоянно, воровали из бюджета при министре Коляде. Карась Евгений Васильевич лично вот настучал, он сообщил, что, мол, участвовали пожарные в рекламном ролике Шария, что вот теперь с этим делать и все такое. Ну, то есть, вот гниды всегда умеют только стучать, знаете, так из-за угла пойти, тук-тук-тук-тук, постучать. Ну, и что, ну, конечно же, этим подотрутся, им засунуть прямо в задницу. Я просто думаю, когда, вот до какого времени еще при этой новой власти вот эти вот ушлепки, которые насосались просто из бюджета, да, выдумывая какие-то там мероприятия, на которых они якобы помогали ветеранам, будут просто гулять, вонять с собой, заванивать территорию Украины, да, и стучать, стучать, стучать. Ну, а мы со своей стороны обращаемся напротив с просьбой каким-то образом отметить майора полиции, который бесстрашно задержал преступников, которые в Харькове напали на нашу партию. Вот. Так, я голова ПП партии Шария Ольга Бондаренко. Прошу вас відзначити дії співробітника поліції Назарова Олега Олександровича, майора поліції, старшего инспектора комунікативної превенції Шевшенківського ВП ГУНМП в Харківській області за те, що він, виконуючи свои обов'язки по охороні громадського порядку 29.02.2020, в місті Харків біля метроу університет проявив краще людські то службові якості, гідно зреагував на напад на наших партийців, які проводили мирну акцію. Ми вдячні цьому співробітнику за його дії. І не тільки ми, потому що я читал коментарі, огромне кількість коментарів, де отмечало, що этот майор просто красавчик, що просто молодец і сработав так, як якщо б работала поліція, то ми б жили в другой стране. Ну а тепер переходимо к важному, як вообще порошенковські шохи отреагували на события в Верховній Раді і, собственно, в Кабміні. Немер Вітрович, народний депутат України від фракції «Європейська Солідарність» буде. З нами сьогодні також Сергій Фурса, інвестиційний банкір, і відомий російський адвокат Марк Фейгін, який прилетів на кілька днів до Києва. В представлении вот этого вот ведущего с базедовой болезнью Марк Фейгін все еще является известным российским адвокатом. Посмотрите, задумчивость, задумчивость, так и проукраинские вопросы. Я знаю все, я знаю все. Я крайне удивлен, что этот человек, на которого есть производство за угрозы и призыв расправляться со сторонниками партии «Ширият», до сих пор еще приїжає в Україну. Ну, я думаю, Савойту мы скоро проясним, и наконец-то он получит заслуженное наказание. Но давайте послушаем теперь умных людей. Как они считают, что там произошло в Кабмине? Так сказать, идет куларный разговор с олигархией. Ну, мы это знаем, как это происходит. Это такая стандартная форма. Но нет политического суммирования, да? Нет политического суммирования. Ну, вы, конечно же, догадались, что это за безлишней сублимации. Но вот давайте мудрость, изреченная мудрость. Вы знаете, что не сильно радикально поменялся Кабмин? Состав правительства поменялся не радикально, выразимся так. Да-да, всего там практически всех. Знаток. Знаток украинский. Ну, знатоки, которых вам предлагает Порошенко. Не может получить какого-то слова. Ну, не совсем так. Все-таки там появилось очень много людей на ключевых посадах новых. Даже базедовая болезнь стала немножечко стыдно за эксперта по Украине. Но дальше давайте послушаем Вятровича. Потому что Вятрович успел подслушать, что сказал Зеленский народному депутату Алексею Гончаренко. Он не подошел безусловно к нас, несподеванно для нас и для своего оточения. Охоронцы, которые, до речи, не имели права быть в зале, ледко стыгли подтянулись. И сказал лишь одну фразу, что я не раджу вам переходить на личность, после чего выразительно промолчал, очевидно, пытаясь надать своей фразе какое-то загрозное звучание. Итак, он сказал, не советую переходить на личности, после чего выразительно промолчал, желая передать угрозу какую-то своей фразе. Давайте посмотрим на выразительное молчание. Ну, смотрите, у нас же глаза есть. Вот он подходит, да, оказывается, говорит, да, убери свою костру полку. Так, хорошо, я советую вам не переходить на личности. Ну, вон стоит Вятрович. А где, подождите, подождите, стойте, вернитесь, верните все назад. А где выразительное молчание? Ну, выразительно же промолчал. Вятрович соврал. Ну, то такое, да, это же представители европейской солидарности, что тут удивляться-то. Я думаю, что это приклад, как раз показник того, что президент Зеленский не витримует этого политического тиска, который он имеет на себе, особенно сегодня. Это было видно и в период обговора в парламенте. Было видно, конечно. Было видно, что президент уже не выдерживает этого всего. Видно, была его нервозность. Вы знаете, это, если бы это говорил какая-то, хотел сказать, какая-то из другой полицилы, да, но это же, Вятрович говорит, это же сторонник близкий Порошенко. Того самого, который шапки срывал, который людей хлопал по лицу, потому что реально не выдерживал, не вывозил, да. Говорит Зеленский, говорит, еле, еле сдерживался. И, напевно, наиболее показована была его нервовый взрыв и подход к Олексею Гончаренко, что засвечило его то, что он не держит удар. Не держит удар, понятно. И, чтобы подтвердить слова Вятровича, я вам предлагаю еще раз посмотреть, как Зеленский, нервничая, как психопат, слушал выступления Гончаренко. Что? Это же мой выступ. Олексей Гончаренко, Европейская Солидарность, начинайте кричать! Слово правды не спините! И вы не сможете перекричать меня, все равно люди чудово меня почуют. Тоже я хочу продолжить, на самом деле, то, что я начал говорить. И еще раз. Итак, что мы имеем? Мы имеем обещанку. Ну, там еще водичку наливал, там. Ну, было видно, что его разрывают просто. Психопат, что возьмешь? Про відставку, иди, геть, замість с Гончариком и разом с ним. Дякую. Я не знаю, он понял, что Гончаренко закончил выступать или нет? Потому что нервозность плохо скрываемая, да? Вот это вот вам тулили все время. То, что вы видите, это ничто. На самом деле, то, что мы вам расскажем, это что-то. То есть, вот эти вот все министры играли роль декорации, их заменили, а декорации они играли, потому что они прикрывали курс Зеленского на Москву. Если вы вдруг не знали. То есть, сейчас их обвиняют в том, что, ну, и тогда обвиняли в том, что они там, там присутствовал ряд сарасят, которые курс на Москву. А почему тогда они шли на Москву, если они сарасят? И почему их обвиняли именно в диаметрально противоположном? А потому что Вятровичу, до лампочки, ему покажи известный орган, он скажет, что это Москва, Кремль. Я скажу, смотри, Кремль. Очевидно, что завтрашние голосования с приводу очень уверенной, очень уверенной, отставки прокурора Рябошапки, еще будут додатковым сигналом для Захода, что Украина просто нехтует какими-то своими союзническими стосунками с Заходом. А вот это очень важно и очень интересно. Смотрите, как волнуются и кто волнуется за отставку Рябошапки. Порошенко и окружение. Самые заскорузлые, с текущим парохоботством парохоботы. Вот они очень сильно переживают за прокурора Рябошапку. И утверждают прямым текстом, что отставка Рябошапки повлияет на то, что как Запад будет относиться. Так это получается ставленник Запада. А я всегда думал, что генеральным прокурором Украины должен быть ставленник Украины. И очевидно, что это может быть сигналом, что до такого достаточно выразного разворота в биг до России, который начал проявляться. Ну да, снимаешь Рябошапку и идешь в сторону России. Это же очевидно, Рябошапка столько много сделал. На пути вот для Европы, знаете, там, ой-ой-ой. Постоянно. Знаете, что он в основном сделал? Он выполнял распоряжение, я так понимаю, с американского посольства, да, не трогать вот этих вот близких там. Но это не дело. Давайте эксперта спросим. То, что в Украине сегодня воспринимают как некое иностранное влияние, так сказать, или попытки какого-то аннексии собственности, всего лишь навсего является нормальной глобальной экономикой. Нормальная глобальная экономика, когда у тебя хотят забрать всю землю, это везде так. Везде, конечно. Специалист. Специалист юриспруденции. Сейчас выпрашивает на своем каналчике, дайте денег, донаты, наведение деятельности на YouTube. Вы знаете, сколько денег надо для того, чтобы вести деятельность на YouTube. Ой, что там. Вот эта брудная кампания борьбы с так называемыми саросятами, агентами захода, антисемитская по сути своей, в том числе, вона может привести до того, что пан Рибошапка завтра будет звольнен из своей посады, заместь него может быть призначен пан Януша. Ого, а я не знал. Так Рибошапка, еврей? Антисемит Зеленский преследует этого. Еврея Рибошапку? А говор какой, да, вот еврей Рибошапка, какой говор сделал себе? Такой типа жлобский-жлобский, да? Вот такой летели-ляляки. Умеют же притворяться. Саросята, это технология российская, российская с 90-х. Так кто бы сомневался? Реально, покажите ему уже, что он сказал, смотрите, Кремль. Кремль, а разом с тем, это технология, которая уже использовалась в Украине. Нагадаю, что в часы Януковича тоже поднималась тема про, небе-то, какие-то проплаченные заходом громадские организации. А ничего проплаченного Западом не было, конечно же, однозначно. И присутствие там на Майдане, это все-таки... А такая ложь была, такая была ложь вот эта вот при Януковиче, но прервемся. Эксперта давайте послушаем. На самом деле, Украину уже при прежнем руководстве обвиняли, не знаю, там, реально или нереально, что якобы, значит, имела место какое-то, значит, попытка влияния в пользу Клинтона, там, Хиллари и так далее. Ну, конечно, это вообще обвинения не выдерживают никакой критики, сублимации этих обвинений, потому что на самом деле, конечно же, Порошенко не встречался с Клинтон, конечно же, не было одностороннего вектора перед выборами, когда победил Трамп. Да, ну, специалист вам расскажет. В общем, вот так вот реагируют, реагируют парахоботики, парахоботики. Там еще отреагировал один губатенький, губатенький еще отреагировал, но это заслуживает отдельного видео. Я хочу просто осмыслить, осмыслить, потому что когда проститутки начинают обсуждать кого-то со знанием дела, выглядит это, конечно, комично.